Эта служба и опасна и трудна. 17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные полиции. Несмотря на все трудности, они добросовестно несут службу по поддержанию общественного порядка на своих участках. Александра Литкова продолжит тему. Рабочий день участкового уполномоченного полиции начинается с обхода административного участка и заканчивается тем же. Степан Данилов пришел на службу 16 лет назад, сразу после института. Говорит, его профессия порой сочетает в себе несколько других. Это и психолог, и социальный работник, и страж правопорядка. Вся служба, она довольно-таки сложная. А самый сложный случай, это случай всегда общения с детьми, в первую очередь, помощь детям, потому что они самые незащищенные у нас по факту того, что обижают их. Ну и мы помогаем. Население самое главное – слышать, общаться с ними и помогать именно в их проблемах. Одна из задач участкового – проведение профилактических бесед с жителями на закрепленных административных участках в городе и в сельских поселениях. Например, рассказывать о методах, к которым прибегают мошенники, чтобы обогатиться за счет доверчивых граждан. В основном на их удочку попадают люди старшего возраста. Вот у нас такая памятка. В данной памятке расписаны все случаи, когда мошенники звонят и пытаются обмануть пенсионеров. Агафья Данилова однажды чуть не стала жертвой мошенников, но вовремя поняла, что звонит ей не внук, якобы попавший в ДТП. Какой внук-то? Куда попал? Почему 20 тысяч выручать? Я же догадала, что это жулики. Я говорю, ребята, у меня телефон выведенный в милицию, в дежурную часть, там светится и вся запись идет. Сразу дрын-дрын-дрын и положили. Просто надо отвечать уметь. 17 ноября уполномоченные участковые полиции отмечают свой профессиональный праздник, история которого началась 98 лет назад. А официально праздник в календаре появился в 2002 году. Отличившимся сотрудникам в этот день в здании окружной полиции торжественно вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Наверное, это мини-райотдел в одном лице. Безусловно, полный спектр функций, обязанностей от приема регистрации заявлений до оперативно-розысканной деятельности. Практически все инструменты есть сегодня у участковых полномоченных полиции. Поэтому от всей души разрешите мне поздравить вас с сегодняшним профессиональным праздником. Также Максим Кузнецов поздравил участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Народные участковые-2021». Безусловно, все четыре наших участковых полномоченных, которые были выставлены на этот конкурс, заслуживают, действительно, каждый из них заслуживает победы в этом конкурсе. Потому что мы действительно уважаем, пользуются авторитетом в тех населенных пунктах, где обеспечивают охрану общественного порядка, несут свою службу. По итогам регионального этапа, финальный этап прошел участковый из села Несь Владимир Колесниченко. Майор полиции на федеральном уровне занял седьмое место из 85 субъектов России. Уважаемые жители Ненецкого округа, выражаю вам благодарность за вашу поддержку в моей конкурсе на Сероссийском конкурсе «Народные участковые-2021 года». Благодаря вашей поддержке я занял седьмое место, что очень для меня приятно, вам огромное спасибо. Также поздравляю всех участковых полномоченных полиции Российской Федерации, а также ветеранов данной службы с профессиональным праздником – День участковых полномоченных полиции. Накануне в селе Великовисочное на здании администрации торжественно открыли мемориальную доску в память об участковом Мирославе Хранифском и его супруге. Мы должны помнить о том, что на его месте, на месте участкового, его супруги мог бы оказаться любой гражданин, проживающий в Великовисочном. И, конечно, то, что вот печально он убил как раз вот именно этих двух достойных людей. Супруги погибли в ночь с 24 на 25 марта 1995 года от рук жителей села, которого участковый уполномоченный милиции Мирослав Хранифский поймал с поличным на краже. На следующий день страж порядка должен был провести с подозреваемым профилактическую беседу и предварительную проверку. Из чувства мести преступник расстрелял супругов из дружья. Жители села и его коллеги хранят память о добросовестном капитане милиции. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север.